Такая у тебя голова! И этой самой головой не смыслишь самых простых вещей! Пойми, наконец, какой ты везучий! Жалеет тебя такой человек! Можешь жить у него, как запазуха! Но чего тебе ещё надо? Живи и радуйся! И делай, что тебе говорят! Вот ведь на всех языках говоришь! А по-русски, не понимай, живут не для радости, а для совести! Советы из-под каблука Во-первых, мужики, нужно подобрать сопли, вытереть слюни, сполоснуть покрасневшие глаза И припудрить горящие от несправедливых упрёков щёки Стать и настоящие брутальные мачо, бручо, мужественно вытирают слёзы не краем кружевного носового платка, а сразу рукавом И чтоб ни одна сволочь не видела ваших слёз Ревите в кладовке, в туалете, в проёме между пеналом и холодильником И тихонько, а не на взрыд! А если и на взрыд, то только басом! Начинать становиться хозяином надо с малого Например, перестаньте пить воду после мытья её ног Можно также постепенно изменить режим вынесения мусорного ведра Сначала, как обычно, бегом В другой раз, быстрым шагом Потом, неторопливым шагом Где-то через год-два можно будет смело покурить у помойки А ещё через год можно будет уже вообще игнорировать крики жены Что, дескать, надо вынести мусорное ведро А продолжать спокойно стирать бельё Кстати, стирать бельё надо в футболке Ювентуса Или вашего другого любимого клуба Когда госпожа смотрит сериал Надо подойти и решительно переключить на футбол И, не слушая её криков, убежать И так минимум раз в месяц В один прекрасный день надо, наконец, оглушительно стукнуть кулаком по столу Лучше после того, как она уйдёт на работу А потом надо подышать на место удара И аккуратно протереть полировку салфеткой Кстати, об ударах по столу Чтобы отбить у жены любое желание повышать на вас голос Надо грозно ударить по столу новой шубой Новыми сапогами Швырнуть ей в лицо букет цветов Или какие-нибудь новые серьги Нагло дыхнуть в лицо минералкой Возьмите себе за правило выпивать на кухне В компании не одного-двух, а четырёх-пятерых друзей Чё она вам пятерым-то сделает? А когда жена пригласит четырёх-шестерых школьных подружек Надо в самый разгар ихних посиделок Прийти в гостиную с ведром и тряпкой И пусть подымают ноги Помыть пол и грозно спросить Кофе будете? Вообще, сначала спросите у жены Может вы и так уже в доме хозяин? Чё тогда огород-то городить? Спокойно идите на кухню и помойте посуду Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!